Чулымцы Чулымс – тюркский народ в Чулымцев, также Чулым-татары, самоназвание – Татар-Лар, являются тюрки в Томской области и Красноярском крае в России. Впервые чулымские татары пришли к реке Чулым, когда они были изгнаны из своих домов в Сибирском ханстве войсками Ермака Тимофеевича – завоеватель Сибири для русского государства. Вероятно, Ермак был атаманом волжских казаков. Казаки казачества утверждают, что полностью имя Ермака звучало как Василий Тимофеевич Оленин. Раньше они жили в среднем и нижнем течении реки Чулым, приток Оби. В русских называли им Чулымян-татары. Чулымцы появились в XVI веке в результате части тюркских групп, мигрировавших на восток, частично телиутов, енисейских кыргызов и групп тобольских татар. В течение XVI века русские завоевали Чулымы и их недавно заселенные земли. В 1720 году Чулымцы были насильно обращены в христианство. В начале XIX века указом российских властей Чулымцы были уполномочены увеличить свою производительность, что еще больше лишило их гражданских прав, поскольку они уже были обременены высокими налогами. При советской власти Чулымцы были коллективизированы и вынуждены вести оседлый образ жизни. Идеология советской власти была также навязана Чулымцами и их культуре. Чулымцы были кочевым племенем. Они переняли у русских крестьян той местности земледелие и скотоводство. Большинство потомков Чулымцев смешались с хакасами и русскими. По данным 2002 года переписи насчитывалось 656 Чулымцев в России. Они говорят на чулымско-чуркском языке, известном как «ос», и придерживаются русского православия, смешанного с их изначальными шаманистскими верованиями. Чулымцы изначально были охотниками и звероловами. Тем не менее, модернизация изменила их средства к существованию, и они в основном работают на фабриках, кожевенных заводах и фабриках. Когда-то чулымский язык был широко распространенным, но его история состоит из нескольких волн колонизации и лингвистической ассимиляции, а теперь и на русский. Этот сдвиг становится еще более очевидным при изучении структуры языка, отличного от других сибирских тюркских языков. Теперь средний Чулым оказался под угрозой из-за враждебности русских, которая произошла в середине XX века. Это было в 1940-х годах, когда Иосиф Сталин была у власти, что была учреждена программа под названием «Политика второго родного языка». Это включало в себя облаву на детей и отправку их в школы-интернаты, где они изучали национальный язык и были вынуждены не говорить на своем родном языке. Программа быстро заставила общину отказаться от чулымского языка. Достаточно скоро язык стал ассоциироваться с негативными коннотациями и, таким образом, приобрел более низкий социальный статус. По фильму «Лингвисты», носитель чулымского языка, Вася, утверждал, что чулымский язык считался грязным языком, и этот язык больше не передавался детям. Более того, в 1970-е годы чулымская община была вынуждена переселиться в русскоязычные поселения, где им пришлось адаптироваться и говорить на русском языке, чтобы продвигаться по социальной лестнице и иметь большие шансы на экономическое процветание. Вскоре чулымцы отказались от родного языка. Это привело к тому, что община потеряла большое количество носителей языка и их языковые традиции. Мало того, что чулымцы были вынуждены отказаться от своего языка, но и правительство исключило их из статистики переписи населения как отдельную этническую группу после 1959 года. В глазах правительства чулымское население считалось несуществующим. Точка здравствуйте подписывайся на канал нажми на колокольчик.